всем привет вы смотрите кулинарную пропаганду меня зовут дмитрий фреско ну вы знаете и я ее бессменный ведущий сегодняшнее видео выходит в рубрике skills and tools ничего что на английском в этом ролике я рассказывал на что обращать внимание при выборе шеф-ножа после выхода его свет меня неоднократно спросили как правильно точить ножи а я хочу показать на чем я это делаю итак если я купил новый нож и мне необходимо перетачить его на другой угол я делаю это вот на этом станке это большой станок предназначен для заточки любого металлического инструмента здесь есть водный камень и кожаный ремень для правки вряд ли многие из вас побегут сейчас покупать такой станок если не являются двинутым ножевыми фанатами как я если же угол заточки меня устраивает то в те нечастые разы когда требуется именно за . они правка я делаю это либо на японских водных камнях зависит от настроения либо вот на этом заточном станочке от спайдверка минусы водных камней они требуют много места для хранения перед заточкой их необходимо замачивать минут на 15-20 процессе заточки от них много грязи и по окончании заточки они должны где-то болтаться высыхать не убирать же их ящик мокрыми плюсы водных камней во-первых их делают много всяких разных и у меня они с разным размером зерна от 300 до 10 тысяч единиц и на них я могу при необходимости пусть и с большими временными затратами но и передачить ножи на нужный мне угол и довести ножи до бритвенной остроты вот это набор от спайдерка здесь всего два типа камней и они искусственные и чтобы перетащить на них нож на другой угол нужно убить уйму сил я например не возьму за такое в этом станочке всего с два заданных угла поэтому если нужно почему-то получить какой-либо другой угол на этом станке ничего не выйдет плюсы компактность нет необходимости терять время на замачивание камней отсутствие грязи непростота использования даже человек с нулевым скиллом у нас сегодня рубрика skills and tools если вы еще не забыли может очень легко получить на этом станочке достаточно для кухонных нужд и остроту а теперь то ради чего я затевал сегодняшний ролик внимание бомба вот такой девайс из икеи и это не реклама к сожалению я прекрасно понимаю что если вы не ножевой фанат то точить ножи для вас каторга через мои руки прошло множество подобных роликовых штук и про все можно было сказать одно они ни черта не точили так вот когда моя жена приобрела эту фитюльку я отнес к ней без всякого энтузиазма ну еще одна бесполезная штучка хватило одной пробышки кардинально поменял свое мнение да эта штука не заменит японских водных камней да на ней не получить остроту бритвы но вот у меня затупившийся нож вы видите как он ведет себя с помидором наточим его и 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 на этой ерунде за 30 секунд я получаю остроту достаточную чтобы вот так вот расправиться с помидором здесь три двойных конусных ролика из водных камней и разной зернистости и так подводя итог если вы не готовы тратить несколько тысяч рублей на водные японские камни и потом по полчаса на доведение ножей до бритвого состояния настоятель рекомендую отличная штукенция хотя мне все таки больше нравится бритвенная острота вот и все на сегодня если понравилось традиционно не пожалейте поставить палец вверх сделайте репост и ролики станут выходить чаще оставляйте вопросы критику и пожелания под видео а с вами был дмитрий фреско и кулинарная пропаганда до встречи и если среди зрителей есть кто-нибудь языки намекните руководство чтобы простимулировали кулинарную пропаганду отточил удобно